Доброе утро! Доброе утро всем телезрителям, которые в эти минуты присоединяются к нам на канале Россия. На календаре 10 ноября, пятница. И сегодня свой профессиональный праздник отмечают наши полицейские, сотрудники органов внутренних дел. Ко всем поздравлениям, которые уже прозвучали в ваш адрес, присоединяемся и мы. Доброго вам здоровья! И каждый день, уходя на службу, возвращайтесь, пожалуйста, домой. Ваши семьи, к вашим родным, близким, где вас ждут. Ну а что ж, мы продолжаем нашу программу. И сразу после прогноза погоды в нашей студии я представлю вам свою утреннюю гостью. Не приключайтесь, оставайтесь с нами. В Карачаево-Черкесии ночью и утром местами дождь, в горах со снегом, в отдельных районах сильные осадки. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью в горах порывы до 20 метров. Температура воздуха ночью плюс 2-7, в горах минус 4-1, в нем до плюс 13 и местами до плюс 7. В центральных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесии ночью и утром дождь, в нем без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5-7, в нем плюс 11-13. Что ж, друзья, мы продолжаем телевизионное утро пятницы. И сейчас я с большим удовольствием представлю вам свою гостью. Надежда Александровна Печура, ветеран органов внутренних дел. Доброе утро. Доброе утро. Я от всей души, от имени всей нашей компании хочу тоже поздравить вас с вашим праздником профессиональным. Спасибо. И мне хочется сегодня раскрыть вас, как ветерана системы, в которой вы проработали более 25 лет. У вас ведь очень хорошее образование за плечами. Вы окончили Северо-Осетинский государственный университет. И по образованию вы, по диплому вы учитель. Филолог. И, простите, как же угораздило вас такую очаровательную попасть на службу к очень серьезным людям, скажем так. Вы работали на тот момент. Вообще вы уроженка Невиномыска. Да. И работали на тот момент в вечерней школе. Да, в родной школе, где я отучилась, 11 классов. Из которой я ушла в университет, поступила. Сразу на первый курс очного отделения. Но потом родители, отец фронтовик, пенсия небольшая, мама домохозяйка. И я перевелась на второй курс уже на заочное. И пришла в школу в родную, где я отучилась, но только в вечерней. В вечерней школе. Лаборантом физики и химии. И вот я начала свою трудовую деятельность. То есть первая запись трудовой книжки. Да, единственная. И вторая милиция. Две записи. Ведь вы начинали свою работу в милиции в линейном отделении, да? Да, линейное отделение, линейного отделения милиции на станции Невиномысская. Как получилось? В то время, 69-й год, начиная с 68-го, всех сотрудников милиции обязали получить среднее образование. И наполняемость в вечерней школе у нас была очень огромная. По 25 человек в классе. И уроки шли полноценные. И многие сотрудники, школа недалеко от железной дороги, и многие сотрудники приходили получать обучение среднее. Заканчивали 11 классов. И, не знаю, наверное, приметили молодая девочка. Наверное. Потом неожиданно меня вызывают на беседу в линейное отделение милиции к начальнику. Ну, это было как-то тревожно сначала, потому что... Ну, еще бы! Совершенно не знала, что это такое, систему эту не знала. Ну, девчонка молодая, господи. Ну, уже замужем была, уже ребенок у меня был, сын. Ну, пришла, поговорили, биографию рассказала. Сказали, поговорите с родителями. Ну, пришла с родителями, поговорила. Отец не против. Вообще он меня воспитывал в таком духе, что стрелять надо, бегать надо. Ну, фронтовик. Да, у нас штанга была, у нас ружье было. Я уже умело в тиры ходила вместе с отцом. Как бы, а знаете, даже еще учил, опознай, вот идет человек по улице. Вот посмотри на него, обрати внимание на походку, на одежду, как он идет, что. И представь себе, кто он может быть. Вот так меня воспитывали. Вот это закалочка. Да, поэтому вот отец дал согласие, ну, а мама, конечно, ну, как отец. И все. И потом месяц, два, три проверка. Потом уже пригласили на должность, потому что на станции Невиномыска открывалась детская комната милиции. Нужно было образование педагогическое, чтобы работать с детьми. И вот в те времена много детей уходило из дома. То ли книжки читали, путешествия манила. Москва манила. А станция Невиномысская, она прямая на Баку, прямая на Москву. Понимаете? И даже из Карачаева, Черкесии тогда были дети. И вот так вот моя жизнь началась. С учения, изучения, как правильно писать протокол, как правильно разговаривать. Ну, это, я считаю, и должна внутренняя какая-то схема поведения быть, чтобы научиться быстро. Надея Александровна, вот вы рассказываете линейное отделение милиции, комната детская, детская комната милиции. И вот у меня почему-то как кинопленка вырисовываются старые советские фильмы, где все это показано. Вот вы мне скажите, пожалуйста, в жизни тоже так было, как в кино нам показывают? Вы знаете, было, потому что раньше вот контейнеры, несколько контейнеров на одной платформе, двухтонник, трехтонник, пятитонник, и вот они передвигаются по железной дороге, а дети между этими контейнерами заходили, залазили. И многие гибли дети, потому что с горки спускаются, маневрируют. Дети многие гибли. Под колесами поездов? Нет, и между контейнерами, а под колесами большинстве те, которые вот, ведь дети еще были тогда, накладывали на рельсы. И с монет начинали, это самое мелкое нарушение, монету подложить под рельсы, идет, прошел поезд, и она расплющилась, и как ножичек расплющил. А потом они ведь начали и камни, и глыбы какие-то, и бревна. Детям интересно было, а стекла били, бросали ведь. Вот, например, Невиномыск, до Минвод, мы до Нагуцкой обслуживали линию железной дороги, а колодки, и вот на каком-то колодке, на какой-то станции, Киан, Курсавка, водораздел, дети разбили. Вот я еду, я еду, еду, и пешком могу пройти 10 и 15 километров, чтобы найти того ребенка, который совершил такое правонарушение, или разбил стекло. Тогда интересы такие были у детей. Сейчас-то они в гаджетах сидят, они не отрывают глаз. Ой, не знаю, что лучше сказать по правде. Вот вы сказали, что вы ведь мама многодетная, вы вырастили троих детей. На тот момент у вас трое детей, вы хоть раз сидели в декретном отпуске? Нет, нет, не приходилось. Совершенно не приходилось сидеть, потому что работа на первом месте всегда была. В 82-м году вы приехали в Черкевск? Да, я перевелась. Ну, там инспектор, там я одна была, работала инспектор. А здесь я даже тоже не думала, что я стану начальником инспекции по делам несовершеннолетних. Но посмотрели мое личное дело, которое из Ростова, из управления пришло, посмотрели, о-о-о, 13 лет стажа, давайте. Как раз Байбагисов уходил к участковым, к Эльдемурат. Вот, он был начальником. Я у него приняла детскую комнату городскую. И пять девчонок. Опять девчонки? Да, девчонки. Был один парень, но он ушел, в уголовный розыск ушел. И работа, а работа ведь очень сложная. Я пришла туда, я в Невиномысске проводила мероприятия, каштомы. Основное создать цель, создать интерес к милиции у детей. Не отторжение, а интерес. А как он может создан быть? Изучать милицию, законы. И создать на уровне детей те вопросы, которые бы их заинтересовали. Тоже ГАИ пригласить. И вот мы старались это сделать. И когда я приехала сюда, в Черкесск, мы организовали на площади Ленина такое мероприятие огромнейшее. У меня есть старые фотографии. А давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Старые фотографии есть. Вот они у нас вот. Это мы, деток. Вот они у меня шагают, детки. В форме по площади Ленина. Боже, какая прелесть. Как старые, конечно. Ребята, это такая память, это такое время золотое. Да. Это все... Ой, фарточки белые на детях. Да, да, да. И вот детки шагают, отвечают на вопросы, получают призы. Все это очень-очень интересно. Конечно. Это дети растут, сознание растет. И дух патриотический воспитывает. Конечно. И любовь к профессии. Да, нет. И защита. В общем, все, что может быть вложено в наше поколение молодое, вы, наверное, в то время делали. Все хорошее, все правильное. Но мы и сейчас продолжаем. Вы знаете, я вот ушла на пенсию. Потом через несколько лет так же приезжает председатель Совета ветеранов МВД. ко мне домой. И говорит, Надежда Александровна, вот мы побеседовали там, поговорили. Это было в 2009 году. Поговорили. Мы приглашаем вас в городской отдел. Провели собрание. И выдвинули меня, ну, я не хочу сказать на должность. Это же не рабочая должность, а общественная. Председателем Совета ветеранов города Черкеска. Отдела внутренних дел по городу Черкеску. Я дважды переизбиралась на эту должность. Вы знаете, я вас сегодня не буду просить, ну, проводить какие-то параллели, делать какой-то анализ, что-то сравнивать. Мы этого делать не будем. Но давайте мы признаем сегодня с вами, что преступность, детская преступность, она никуда не ушла. Нет, конечно. Много малолетних преступников, правонарушителей. Поменялось, может быть, наполнение, наверное, формы этих преступлений. Уж по железным дорогам мало сейчас кого-то. Конечно. Уже такой ребенок даже не подложит эту монету. Да. Но, тем не менее, все это есть, все существует. Вот сегодня вас, как взрослого человека, прожившего жизнь, имеющего грандиозный опыт за плечами, я бы хотела спросить, что сегодня нашему обществу не хватает? Чтобы вот эта линия, которая идет по нарастающей, чтобы она, в конце концов, достигнув определенного пика, начала спускаться. Чтобы наше общество... Ну, я понимаю, что никогда мы совсем не избавимся от преступного мира. Увы, это какая-то часть нашей жизни. Но чтобы ее стало меньше, особенно среди детей, среди подростков. Да. Подростковая преступность, это, знаете, она может превзойти преступность взрослого человека, который осознает, когда идет на преступление. А дети в большинстве своем, они не осознают тех последствий, которые могут их настигнуть. Ну, что я хочу сказать? Ведь много ограничений. Сначала там нельзя заходить в дом в такое неположенное время. Нельзя в семью вмешиваться. А ведь мы раньше и шли, и в семью шли, и рейды проводили по неблагополучным семьям. Приходили и говорили, и вместе с опекой мы это делали. Посмотрите, ведь семья неблагополучная. Давайте ее поставим на учет. Ставили. А теперь очень много, очень много ограничений, которые связывают руки инспекторам. Понимаете? Но фильмы тоже много значат. Ведь сейчас какую программу не включи? Убийства, разбои. Чему дети могут научиться? Они ведь смотрят. Они даже не то, что и мы смотрим это, они в своем гаджете или в интернете в своем смотрят. Вот больше внимания, понимаете, со стороны родителей. Школа, чтобы она не смягчала те поступки детей, которые уже являются следствием более поступка серьезного. Чтобы школа не смягчала. Чтобы семья больше детям уделяла внимание. И тогда вот в этой совокупности может произойти, как вы говорите, взрыв. Нужно внимание, душу как-то. А ведь у нас сейчас цена выросла. Ой, что делать? Купить костюм или купить что-то тоже. И больше внимания на другое, чем детям. А дети ведь тоже требуют внимания. Ну, сегодня праздник. И сегодня у вас есть возможность поздравить с экрана своих коллег. А я в это время попрошу нашего режиссера подобрать хорошую песню. Чтобы мы вот на такой позитивной ноте окончили нашу программу. Спасибо огромное. Спасибо огромное вам. Ведь я с любовью к вам, мои дорогие. В первую очередь ветераны. Во вторую очередь действующие сотрудники, которые в музее, я у них принимаю клятву. Понимаете? Вот бывает много раз в году приходят и клятву несения службы. Мы принимаем в музеи. Это тоже интересная веха в нашей жизни ветеранской. И я от всего сердца с огромной любовью поздравляю вас с нашим праздником. Для меня это день органов внутренних дел, это день милиции родной. Понимаете? Пусть там переименовали в полицию, ну пусть. Раз так, значит так. Но для меня родная милиция. И я желаю всем, в первую очередь здоровья, мирного неба, чтобы возвращались мои дорогие сослужбы в свои семьи, где приносили радость, добро. Ведь вам и женщинам, и мужчинам приходится очень, очень бывает тяжело и в раскрытии преступлений, и в ведении дел. Так что всего вам доброго, добрый путь вам и долгих дней жизни ветеранам. Спасибо огромное. Спасибо за добрые пожелания. Спасибо за то, что нашли время, пришли к нам сегодня в студию и очень украсили это утро. Вам доброго здоровья. Ну а завершаем нашу программу, нашу встречу. Хорошие песни. Песни, которые, я думаю, придется по душе всем, кто отмечает сегодня свой профессиональный праздник. До свидания, до новых встреч. Мы правду защищаем, в борьбе не отступаем, вместе в пути. Мы любим свой народ, свою семью. Мы ищем тех, кто перешел черту. Мы правду защищаем, и людям помогаем. Мы не одни. У нас Родина одна, мы страна. И если в дом пришла беда, как всегда, Без упрека и страха нас стороже, Вместе на острие, рядом на рубеже. Коварный враг, хитёрный, любит ложь, За нами, люди, нас не проведёшь. Мы правду защищаем, так надо понимаем. Мы впереди. Бывает день, не спим, не видим ночь. Беда приходит, мы должны помочь. Мы правду защищаем, друзей своих теряем, Слёзы в пути. У нас Родина одна, мы страна. И если в дом пришла беда, как всегда, Без упрека и страха нас стороже, Вместе на острие, рядом на рубеже. У нас Родина одна, мы страна. И если в дом пришла беда, как всегда, Без упрека и страха нас стороже, Вместе на острие, рядом на рубеже. Без упрека и страха нас стороже, Вместе на острие, рядом на рубеже. И если в дом пришла беда, как всегда, Без упрека и страха нас стороже, Вместе на острие, рядом на рубеже. У нас Родина одна, мы страна. И если в дом пришла беда, как всегда, Без упрека и страха нас стороже, Вместе на острие, рядом на рубеже. Продолжение следует...